В Белоруссии я приезжаю, с большим удивлением для себя увидел, что это по сути страна, которую нам обещали когда-то в Советском Союзе. Нам обещали светлое будущее, нам обещали, что все будет процветать. На мой взгляд, конечно, как заезжего человека, это все в Белоруссии получилось. Конечно, Голландия в материальном плане на порядок выше. Это можно заметить на среднем классе. Может быть, в России, в Белоруссии есть люди намного богаче, тех, которые живут в Голландии. Есть, может быть, такие состояния, которые голландцам и не снились. Но вот сам средний класс, который составляет большинство, наверное, около 70%, он очень хорошо обеспечен. Для тех, кто хочет работать, хочет учиться, есть и работа, есть и средства, есть возможность жить совершенно автономно и независимо. Специфика голландской культуры сейчас заключается в том, что вот каждый живет в таком микромире. И вот личная территория, которая называется privacy, она неприкосновенна. Люди очень ревностно относятся к своему свободному времени, к своим каникулам. Конечно, вот даже таких трудностей, как вот молодая семья не может найти жилье, это даже немыслимо. Потому что жилья этого строится постоянно много, много жилья стоит пустого. Может быть, это и привлекает всех тех, кто приезжает из Восточной Европы. Они видят это все, они видят ухоженные улицы, парки, скверы. Они видят общественный транспорт, который работает как часы. Если он не работает, если какой-то происходит сбой, то обязательно известят, почему, где. Если, скажем, это поезд, то подадут автобусы, которые перевезут. Хотя голландцы, они всегда об этом судачат. Потому что в Голландии это одна из тем, которая заполняет время. Какие-то неудобства, какие-то сбои, ну и еще погода. Если посмотреть на каждого человека поближе, то у всех, у каждого человека есть свое горе. В настоящий момент это очень серьезная драма в отношении молодежи. Огромное количество молодежи не видит смысла жизни, кроме увеселений. А увеселения они настолько интенсивны, настолько разрушают и здоровье, и сознание, и душу, что мы видим, когда вот молодежь, она это уже становится взрослее. Это уже, как правило, обожженные, обмороженные люди, которые очень вяло реагируют на общение, на окружающую среду. В основном их интересует только что-то личное, материальное. Почти все, вот кого я знаю из такого интеллектуального слоя, они все вкладывают деньги под проценты. И таким образом надеются обеспечить себе благополучную старость, потому что о пенсии... Молодые люди пекутся уже лет с 20, начинают уже продумывать, что они будут делать, как это будет, сколько это будет денег, и когда они уйдут на пенсию. Все больше и больше молодые люди говорят, скажем, в возрасте 30 лет, что уже хотели бы остановиться с работы, и уже надоело. По-видимому, благополучие и вот такой рост достатка в семье, он не дает равновесия, и не дает мира в сердцах и в душах. Часто очень возникают семейные конфликты, в этом случае из-за непонимания между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, потому что муж, скажем, принадлежит к одной культуре, а женщина к другой. Например, если вспомнить беседу с одной женщиной, у которой возникли сложности, когда я начал ей говорить, что муж глава семьи, а жена ему помощница, был взрыв негодования, и она просто... Как это может быть? Отношения должны быть... Она даже выразилась по-английски 50-50. Но исходя из ее характера, мы видим, что вот такая доминантность, которая от нее просто брызжет во все стороны, она на каком-то этапе достигла границы терпения у супруга. И он, насколько мы знаем, уже подвигается к тому, чтобы семью расторгнуть, брак расторгнуть и семью разрушить. Голландцы, которые уже в возрасте, они очень жалуются на одиночество. К сожалению, они выросли не в православной среде, они уже пришли позже, и очень трудно им объяснить о том, что человек по природе своей исполнен страстей. И эти страсти, формируя самые изысканные и непредсказуемые сочетания, делают человека слепым. И он на каком-то этапе теряет ощущение того, куда он идет, зачем он идет, и что ему ждать от жизни. Он приходит потом к нам, в православный храм, и начинает учиться. Вот сказать, что люди неблагополучные тянутся в церковь, тоже нельзя, потому что людей неблагополучных, их как бы принимает такая социальная сеть, которая дает возможность и питаться, и где-то ночевать. Те люди, которые вообще ничего не хотят с этим делать, то есть они не хотят устраивать свою жизнь, они даже могут приходить на один день, переночевать, покушать, утром уйти. Людей, которые бы вот жили на улице и просто нуждались, ну мы не видим. В Голландии, по крайней мере. В Европе я знаю, что это есть. Если взять тот самый город мечты Париж, о котором все так с восторгом говорят, там можно увидеть людей, которые зимой спят на улице. И полиция проходит мимо, на это никак не реагирует. Субтитры создавал DimaTorzok